Если Володя захочет, я почитаю стихов других совершенно. Только давай прямо сейчас. Давай, начинай. Владислав Трофимов. Ну, что-то перейти, как от Японии плавно, там Китая, а потом Европа. Брут эротические танки, в окопы девственной любви, Где самурайки-весбиянки поймали китайчонками, Где, боязливо улыбаясь, как в позе лотоса в пыли, Каталась дева голубая и пышно сапога цвета. Выключился свет. В темноте не нашел это яло, это любовь. В Трофимовсе сплошная трепетей, Славяне возвращаются с работы, Евреи из соседних деревей Мессию ждут в рабочую субботу. В окне висит погожая луна, У Питера привычная раскраска, По-невскому гуляет сатана, И шепчет нам рождественскую сказку. Ползет дорогой черная змея, Петляет кончится и умоляет Бога, Чтоб все вернулось на круги своя. И верится, вернется понемногу, Пока моя печальная земля Мессию ждет И не ожидает Бога. А че ты ждешь? Отлоги света? Да. Отвитки. Отвитки. Не надо это уже. Брось. Это все. Это конец. Это значит, что конченная эра. Аэропланы летят через космос И дальше на юг. Все, что ты видишь в сигнальных огнях, Это признаки веры. Но никогда не сложат пилот Молитвенных рук. Брось. Это все. Это дикое синее небо Не означает единство. Всего лишь одна из границ. Но за границей логики Вызрело имя хлеба. Если ты ищешь единство, Надо искать в полете, А не в движении птиц. Брось. Это все. Все, что отброшено к югу. Вылиться нефтью На Северный Финский залив Если ты ищешь спасения, Привыкай потихонечку к плугу. К хлебу привыкешь, Если останешься живым. Спасибо. Борислав Травьев. Останутся эти степи в вечности. А какие эти руки, кто так считает? Много, много. А кто? Я вижу, много. В любом случае, не оставьте по времени, Потому что вечности. Ну я, да, в кавычках, ладно. Вечности не существует. Это философ. Что-то вечность не останется в ауди. Лучше, мама, не оставлюсь. Ну философ. Понятно, что ты умрешь. Ты же тоже сомневается. Это самое. А есть кто-нибудь, кому не понравилось? Это что? Ну-ка идите. Идите сюда. Ну выходите. Подняли руку? Выходи. Скажите, почему? Ну, это гораздо интереснее. Ну, не то, что гораздо, но тоже интереснее. Ну тяжело сейчас объяснить, потому что одно дело чудо. Читаешь стихотворение, а другое дело слышишь его. А воспроизвести строчки, которые дико не понравились, это тяжело. То есть это был не ваш материал, да? Абсолютно не мой. Во многом мне показалось очень глупо. Строчки. Ну, так и показалось. Только от здорового. Поэтия должна быть немножко глупо. Азинь, да? Вы так считаете? Абсолютно. А Пушкин так считает. Да, это тема у Камчатских. А мне нравится мой образ за умностью, когда никто их не понимает. Ну, сейчас просто необычно. Тут дело вкуса пошло. Богдан, Тибет, Илья не я, Илья играет на кармошке, Что он уже давно, пророк, Не шерестел Тибет в картошке, От холода бросает в дрожки, Но ветхим кажется завет, Когда вокруг мелькают ножки. Так думал молодой повеса, Летя в пыли на почтованах, Как почтальон пугаясь беса, Испугу ели глупых. Спасибо, только не надо прятаться за колонной, Тебя никто не видит. Что вы все прячете все? Не надо прятаться. Иди сюда. Куда ты ушел? Тебя обсуждают, он ушел. Гений, блин, понимаешь? Говори, что ты в этом сказал. Девушки на всякий случай. Спасибо вам за мнение, кстати. А два последних текста вообще слышали, Вы поняли о чем? Ребята, давайте мы можем обсуждать сейчас Мнение о мнении, о мнении. Давайте так. Поскольку мы там не один, я, Анастас, спросили, Дево Кулуба, это аватар или... Паша, не прячься за колонной, Когда говоришь чего-то. Тебя никто не видит. Спасибо. Это был Влад Трофимов. Вот такой проект, вот такие мнения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.